всем здравствуйте сегодня 26 января 19 года вот все-таки выбрал время хочу представить на ваш суд антишумовую антенну это антенна работает от 160 метрового диапазона до десятки до 28 мегагерц в чем заключается смысл этой антенны сразу скажу что эта антенна она сделана чисто для показа и не более того то есть возможность именно тех свойств которыми она обладает то есть нужно эту антенну делать на низкочастотные диапазоны но хотя бы метр в диаметре это антенна 47 сантиметров все лишь навсего диаметра и вот и тем не менее показала она заход как это наблюдение и переделок всевозможных достаточно неплохие результаты я сразу покажу значит что она умеет как она умеет давить шум и на чем это основано я сразу наверно расскажу на чем это основано чтобы сразу было все понятно то есть антенна сама по себе выполнена из медной трубки эта трубка в работе принимает участие только как электростатический экран и не более того сама антенна находится внутри этой трубки то есть эта антенна очень сильно ослабляет электрическую составляющую то есть ту составляющую которая в общем то несет основную помеху нам в домах многоэтажках вот здесь живу мало семейное общежитие 60 квартир сами понимаете что если даже по два гаджета каких-то создают помехи то это уже 120 источников помех но там их наверняка больше намного вот изначально значит антенна была в таком виде то есть применялась петля связи стояла она здесь на это петля связи немножечко не оправдала себя на низкочастотных диапазонах потому что она уничтожна мало для низкочастотных диапазонах ты решил я в общем то сделать немножечко другим путем сделать связь антенны стран с севером с помощью трансформатора трансформатор на ферритовом проводе ферритовое колечко вот он полностью в общем то снимает полностью ds на любом диапазоне от 160 до десятки то есть выиграл на низкочастотных диапазонах я в уровне сигнала использует трансформатор при таких малых размерах потом значит разберем эту антенну посмотрим как она устроена как что значит как она работает я повторяю что снаружи находится электростатический экран он в данном случае не подключен никуда внутри расположена расположен проводник конец которого каждого проводника значит подключены внутри индуктивности абсолютно одинаковые намотанные в одну сторону и самое главное чтобы они были абсолютно одинаковыми по количеству витков использовали использовался одинаковый каркас или бескаркасные но чтобы они были абсолютно одинаковые и обязательно намотка в одну сторону в одну и ту же сторону то есть получается внутри этой трубки находится l1 по трубке проходит проводник l2 и заканчивается l2 еще одна l3 переключая значит позиции этой катушки мы можем попадать на нужный нам диапазон антенна также снабжена значит помимо всего усилителем усилитель применяется с ними поближе это телевизионный усилитель снят трансформатор с него значит плата обрезана вот применялась коробочка от разветвителя дециметровых и метровых волн то есть разъемы здесь уже стояли просто я значит укоротил эту платочку ну кого опыта нет лучше этого не делать а использовать просто усилитель трансформатор можно снимать с телевизионного усилителя от польских решетов усилитель применяется вот так же еще одну такую ноу-хау небольшую еще применена положительная обратная связь с этого усилителя я так и умножитель то есть можно еще больше поднимать добротность этой антенны но сразу скажу значит что для низкочастотных диапазонов усилитель совершенно не обязательно так чтобы было понятно как это все выглядит и выглядит вот таким образом при работе через усилитель и вот выход подключается фидер питание подключается с адаптера срегулируемого регулирует она от 0 до 12 вольт подключается сюда питать по кабелю я не стал из-за того что это пробный вариант антенн вот таким образом подается питание усиление регулируется значит адаптером то есть если у вас антенна стоит на окне соответственно значит адаптер у вас под рукой нужно усиление вами выбираете и соответственно работаете антенна чисто приемная хочу сказать только работает на прием на передачу на мне работает вот такие дела так сейчас я покажу так как она дает помеху посредством чего электростатический экран очень сильно ослабляет нам электрическую составляющую ближнего поля регулировкой фаз то есть поворотом антенны относительно своей оси очень небольших пределах несколько градусов мы находим ту точку где фазная фазная магнитная составляющая равна противофазным соответственно они обновляют друг другу и помеха исчезает полностью или почти полностью то есть диапазон абсолютно чистый с метр даже не отрабатывает нашу ну вот в принципе таким образом она работает сейчас я покажу использовать на низкочастотных диапазонах будем без усилителя он совершенно не нужен тот усилитель который находится в трансилле он прекрасно справляется и усиление в общем то нам не нужно усиление требуется опять же в некоторых случаях начиная с 40 метрового диапазона вот это касается допустим начинающих радиолюбителей кто строит самодельные допустим приемники прямого преобразования которые не имеют допустим усилители высокой частоты но здесь усилитель как раз будет в тему то есть обычно там используются входные полосовые фильтры и соответственно сигнал сразу поступает на диодный смеситель я рассказываю про прямое преобразование для начинающих радиолюбителей чтобы допустим перестроить этот приемник нужно делать дополнительные врачи здесь уже дополнительные врачи не требуется используется получи который находится непосредственно на самом ты но сейчас я покажу как она дает помеху на 80 метровом диапазона дайди сюда вот я настраиваю антенну в резонанс вы видите что под уровнем шума работает станция смотрим что получается получается а а и и а и то есть станцию мы уже принимаем сегодня очень неважные прохождения, но тем не менее шума нет аналогичная ситуация посмотрим мы что мы имеем здесь настраиваем нашу антенну резонанс где-то работает станция станцию мы не принимаем она работает на уровне шума таким образом сейчас начнет вещать мы прекрасно услышим эту станцию так, пожалуйста, станция работает можно посмотреть еще что-нибудь тут я повторяю что прохождение сегодня очень неважно и поэтому все мы слышим вот дальше вот дальше хорошо вот таким вот образом работает эта антенна работает эта антенна вообще как-то так мы начинаем это не и Продолжение следует... 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 Продолжение следует...